Приветствую вас. Пожалуй, ответ мой стоило бы начать с того, с каких пор у вас появились мысли о том, что вы хотите себя убить. То есть вот как конкретно вы начали об этом думать и так далее. Чьи это мысли? Кому они принадлежат? Какую цель они преследуют? Как эти мысли соответствуют вашей системе ценностей? Если она у вас есть, конечно. Это первое. Первое это выделить мысли о суициде в отдельную такую категорию. И второе, второе это самому с собой заключить контракт, что, например, в течение следующего месяца совершенно точно вы с собой не покончите. Это первое. Желательно, конечно, чтобы вы это делали со специалистом. Желательно, чтобы вы делали это с психологом. Это первый момент. Момент второй. Момент второй. Вот вы говорите, что с 8 класса вы учились в школе для инвалидов, но сдавали профильное ЕГЭ. То есть, с чем связано даже не так. Как вы относитесь к тому, что вы учились в школе для инвалидов? Насколько вы принимаете себя? Да. То есть, очевидно, что у вас есть некоторые особенности, которые нужно учитывать, да? Вот. Очевидно, что эти особенности могут причинять вам дискомфорт, нервозность, давать неуверенность в себе и прочее, прочее, прочее. Дальше. Значит. Вот вы пишите, что, как оказалось, в России школьная программа для инвалидов это просто поход в школу и получение абсолютно минимума знаний. Так что оно так, но помимо этого есть еще и вы, которые как бы учатся для себя. Тут вот вопрос личной ответственности имеется. Да? Дальше. То есть, это момент такой обиды, ожиданий, да, от школы чего-то. Последние полгода школы готовился к ЕГЭ сам с абсолютного нуля. Ну, тут некий парадокс. Вы сами, помимо минимума школы, ничего не учили с восьмого класса. Вот. А, подумайте, ЕГЭ начали готовиться с нуля. И, естественно, делали это на истощение, на износ, естественно, вам это было тяжело, естественно, вы, наверное, злились и, естественно, всякое такое негативное у вас было. То есть, я, конечно, не знаю, я лично ЕГЭ не сдавал, вот, когда учился в школе, но могу предположить, что это не самое приятное и не самое легкое занятие. В начале я не мог сделать базовый тест по, значит, не мог сделать тест по базовой математике, да, так как вообще ничего не знал. Собственно, ЕГЭ я сдал плохо, но, как аналит, мог пройти конкурс на бюджетное место в более-менее нормальном университете. Вы знаете, здесь прослечивается какая-то негативная такая окраска для того, что вы пишете, да, то есть, как вы относитесь к тому, что вы плохо сдали ЕГЭ. Как вы относитесь к тому, кто благодаря своей инвалидности смогли пройти конкурс на бюджетное место. Вот. Дальше. Газалось, что в нормальном университете на технической специальности нужно хорошо знать математику и физику. Опять, оказалось. То есть, вы как будто всего этого не знали до сих пор. Что, в общем-то, странно. Дальше. Так. Физику я не знал, математику, но минимально. В течение полгода тратил стипендию на репетитора, учился, ходя в университет, пытаюсь найти общий интерес, а также социализирую. То есть, для того, чтобы учиться в университете, вам нужно было хорошо знать определенные предметы. Да, такие как, назовется, физику и математику. Для этого вы наняли себе репетитор сами, свою стипендию. Собственно, это уже говорит о том, что вы отстранены хотя бы от родителей. Да? Хотя про родителей вы говорите. Говорите дальше. Так. Понятно, что за это время у вас, в общем-то, личного пространства на себя и на свои собственные увлечения, ну, практически не оставалось. Да, то есть, все это работа на износ. Все это работа, по сути, только труд, 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 труд. Да, никакого развлечения нет. Ходя в университет, пытаюсь найти общие интересы с кем, а также социализирую, так как инвалиды учатся один на один. Было сложно, но я почти догнал одногруппников по уровню знаний. А что вы вкладываете в понятие социализация и найти общие интересы с кем и какие они? Какие интересы вообще у вас, собственно говоря? Во время сессии я болел и много пропускал. Как вы думаете, это случайность? Ну, на те экзамены, на которые я пришел, я сдал. Есть долги, я их решаю. Опять же, как вы относитесь к тому, что у вас есть долги? Логично возникает вопрос, что сложного. Ну, у меня такого вопроса не возникает. А вот точно такой вопрос у вас говорит о том, что вы склонны себя обесценивать. Мой уровень продуктивности сильно упал с начала года, и работаю, и учусь я очень медленно. Вы ничего не пишете про то, что вы работаете. Сейчас долги надо, я могу, но не быстро. Меня давят. Давай, давай, быстрее, давай, у тебя их не должно быть. Кто давит, с какой целью и почему вас это задевает? Проблемы с социализацией. Есть две кассы одногруппников у меня в группе. Те, кто учатся, и те, кто просто ходят и учат по минимуму, чтобы не отчислили. Ну, вы знаете, изначально кассовость любой группы людей, да, социальной, это уже определенный стереотип. Т.е, нельзя просто взять и разделить людей на стереотип. Т.е, нельзя просто взять и разделить людей на вид. Т.е, одни так, другие так. Т.е, да, чисто внешне это может выглядеть и так, что одни учатся хорошо, другие не учатся, но указывая свои особенности, указывая свои индивидуальные мотивы так поступать. Т.е, то, что вы делаете здесь, это навешивайте ярлыки. Мне кажется аноним, что уж кому как не вам должно быть известно, что навешивание ярлыков это далеко не самый лучший расклад. Но вы это делаете, и опять же, у меня возникает вопрос. А откуда? Откуда у вас такая категория мышления? Откуда у вас вообще возникла мысль делить людей на касты, так называемые? Т.е, я не могу общаться с обоими группами. Ну, здесь надо сказать, что вы и не должны, в общем-то, общаться с обоими группами, потому что это нереально. То есть невозможно общаться со всеми людьми и всем людям понравиться. Давайте все-таки будем реалистов. Я вам даже больше скажу, что вы не сможете войти ни в одну касту, потому что, ну, хотя бы потому что в каст, как я уже сказал, нет. Есть только определенные люди, есть определенные люди, есть индивидуальности, есть личности, и вот с этими личностями вы можете как-то контактировать. Это да. Но контакт с личностями, да, контакт с индивидуальностями, это совсем не то же самое, что общение с группой. Здесь у вас опять какие-то, знаете, такие слишком, я бы сказал, глобальные цели, вот, которые, в общем-то, на мой взгляд, ну, как минимум немного оторваны от реальности. То есть человек общаться с группой фактически не может. Вот вы, вы просто постарайтесь к этому прийти. И вы, если захотите, вы к этому придете достаточно легко и быстро, что нельзя общаться с группами. Что человек, он, в принципе, способен общаться только с людьми, вот, но не с группами. Понимаете? Вот, поэтому здесь момент именно такой. Ну, а то, что вы об этом говорите, это свидетельствует о том, что вы ставите себе задачи не по силам. Все одногруппники пустые, у кого нет целей, все равно все просто учатся, никто не пытается взаимодействовать. В плане учебы, если идет речь об играх, то указы во время найдется. Ну, здесь, мне кажется, вы просто-напросто не хотите признать реалий обучения. Я не могу сейчас сказать в силу чего, да, я не могу сейчас сказать в силу чего. Но у вас отсутствует понимание того, почему люди, вот я имею ввиду студенты, да, почему они ведут себя таким образом. По какой причине они ведут себя таким образом? Понимаете? Вот. Мне кажется, что вы просто не желаете принять других людей. Может быть, вас раздражает их, эм, такая, ну, может быть, беззаботная жизнь. Потому что вы сами себе позволить такой жизни не можете. И они напоминают вам о том, что потеряли вы, чего бы вы хотели, и что вы себе запрещаете. И вследствие этого вас это раздражает. На самом деле проблема кроется все же даже несколько глубже. Она кроется в том, что вы не принимаете интересы людей, какими бы они ни были. Вот. А не принимаете интересы людей вы потому, что не принимаете себя. По крайней мере, до конца. То есть это нормально, что студенты интересуются играми и учатся только для того, чтобы не отчислили. Это нормально для студентов. Это нормально для молодых людей. Это нормально. Но для вас это выглядит странно, потому что у вас есть цель, и вы ее хотите достичь. При этом эта цель, что очень важно, эта цель не включает в себя общение с людьми на интересующие их темы. То есть вы говорите, что одногруппники пустые, и здесь вновь у вас имеет место быть, как мне кажется, стереотип. То есть вы вновь навешиваетесь определенный ярлык на людей. Что так же не является чем-то хорошим, потому что, еще раз повторю, студенты вам кажутся пустыми, потому что вы не пытаетесь разделить их интересы и не даете им возможности раскрыться. Ибо каждый человек раскрывается, ну, в данном случае вот в таком общении, да, каждый человек раскрывается исключительно только на основе, на почве своих интересов и только с тем, что его интересы поддерживают. Кстати говоря, игры это очень важный, значимый элемент реализации современного мира. То есть, видеоигры, видео в какие игры играл человек, вы можете вполне легко понять, кем человек хочет быть, что человеку важно и, собственно говоря, так далее. Ну, опять же, это вопрос, который, которым нужно задаваться. Понимаете? То есть, это не что бы такое, что либо есть вот, либо этого нет. Дальше идем. Десятый очень раздражает, так я уж не понимаю, как поддерживать отношения с теми, у кого кругозор дальше выполнения учебного минимума и рейтинга в играх не выходит. Понимаете, аноним, кругозор человека, это дело десятое в отношениях с ним, ибо отношения, та же дружба строится совсем не по таким принципам. Я бы сказал, что дружба строится на основании принятия другого человека, на основании, я бы даже сказал, интересов общих с ним, с этим человеком. То есть, если вы хотите взаимодействовать с людьми того общества, в котором вы находитесь, если вы хотите социализироваться в этом обществе, то вам так или иначе нужно принимать правила этого самого общества. И интересоваться тем, чем интересуются люди этого, опять же, самого общества. Если вы этого не делаете, если вы в этом не участвуете, если вы эти интересы не разделяете, пусть даже вам они, ну, не интересны, да? Вот, то можно сказать, что вы ставите себя вне общества. И то, что вас раздражает, то, что вас раздражает, это ваша ответственность. Вам нужно понять, что стоит за раздражением. Вам нужно понять, что стоит за вот этим вот, скажем так, неприятием интересов других людей. Понимаете, если бы, если бы вам просто вот, ну, было бы не интересно то, что они делают, то, чем они занимаются, то, чем они увлекаются, вот, то я думаю, что раздражения, если честно, не было бы. Я думаю, что раздражения не было бы. Было бы равнодушие, как мне, например, все равно, что вы знаете математику в любом случае лучше, чем я. Мне это абсолютно не трогать, потому что я знаю, что математика не мое. Но, вас это раздражает, и у этого есть причина. И причины эти, причины эти, связаны с вашими внутриличностными конфликтами, проблемами и переплетением желаний. Итак, здесь, я надеюсь, вам понятно. Дальше. Вы говорите, поддерживать отношения с теми, у кого кругозор там дальше учебного минимума не выходят и игры. Вопрос. Для чего вам поддерживать отношения? Ради чего? Если вы хотите, например, определенные выгоды, ну, скажем так, ну, определенные выгоды для себя. То есть, например, общение ради развития. То здесь, на мой взгляд, совершенно понятно, что общаться так нужно с людьми, которые выше вас, которые лучше вас, которые знают, что они там хотят, да, вот, и так далее. То есть, здесь с этим, именно с этим проблем нет никаких. Но если вы хотите взаимодействовать с людьми, просто, например, так, то есть вас интересует просто взаимодействие с людьми, вот, то в таком случае не важно, что эти люди из себя представляют. Вы не просто общаетесь, значит, вы общаетесь просто с теми, с кем у вас более-менее складывается сообщение, кто вас более-менее понимает, с кем у вас есть контакт, ну, психологический контакт. Да? И все. И вы с этими людьми развлекаетесь. Если вы хотите развлекаться именно с этими людьми, то нужно играть, играть впервые по их правилам, особенно если это принято в обществе. А уже потом, после этого, внедрять что-то свое. Дальше. Дальше просто погулять без алкоголя и попыток создать вичеринку никто не будет. Ну, понимаете, вас никто не заставляет пить, так что я думаю, что это отговорка, опять же, чтобы не сближаться. Скорее всего, близости вы боитесь. Аноним. По большей части, они связаны с травлей, так как они не очень хотели, чтобы я выбирал техническую специальность, а все по их стопам. Ну, понимаете, травля, аноним, со стороны родителей, это не хочется говорить про увеличение, потому что, скорее всего, вы не преувеличиваете. Скорее всего, все так, именно так, как вы говорите. Но, понимаете, то, что вы воспринимаете их действия как травлю, это, скорее, следствие, опять же, вашего восприятия. То есть, родители, родители, самые близкие люди, как правило, всегда думают на уровне осознанности, да, на уровне сознания. Они всегда думают, что они делают что-то хорошее. Они всегда думают, что они делают вам благо. Вам это, ну, вам вот этот аспект нужно уловить. То есть, они считают, что если вы пойдете по их стопам, то это будет вам во благо. Они считают, что если вы пойдете по их стопам, то вы будете обязательно счастливы. И вам их не переубедить до тех пор, пока вы не добьетесь того же, примерно, успеха, что добились бы, если вы пошли по их стопам. Но и тогда родители могут вас не принять, а в силу своей эгоистичности, а эта эгоистичность прослеживается и у вас, все равно будут продолжать вас принижать и обесценивать ваш результат. Ну, просто потому, что других способов, да, других средств у них попросту нет. Для того, чтобы достичь того, чего они очень хотят. Хотят они того, чтобы вы были такой же, как они, и не выбивались из их, так сказать, числа. То есть, чтобы не были индивидуальности. Так, значит, уже 8 месяцев я хочу себя убить. Ну, вот вы не пишите ничего, с чего это началось, как это началось и так далее. Тут сложно что-либо сказать. Но, как правило, первое, эти мысли вследствие тех родительских указаний, которые вам даны. То есть, немотря на то, что у вас есть все сложности с родителями, вы являетесь, как бы, заражёнными родительскими идеями и родительскими посылами, которые вас присутствуют. Их нужно отделить. И понять, что это не вы хотите себя убить, потому что человеку это не свойственно, а именно вы, именно этого хотят ваши родители. Так, что это не ваши мысли, это не вы хотите себя убить. Для человека это не свойственно. Дальше. Вы пишите. У меня уже была депрессия, когда я учился в обычной школе, у меня даже была неудачная попытка себя убить. А чем связана депрессия, это там было, детские переживания нужно разбирать. Это было давно, сейчас по-другому. У меня есть глобальная цель какая, чем она обусловлена, как эмоционально окрашена. Которая я уже несколько лет иду, но уже больше месяца не на мысли о своем убийстве. Ну, понимаете, это вполне возможно просто связано с тем, что вы устали, вполне возможно связано с тем, что вы постоянно в напряжении, вполне возможно, что вы нигде не чувствуете себя расслабленным. Я полагаю, что стоит подумать о месте, где бы вы могли отдохнуть, о месте, где бы вы могли духовно-эмоционально расслабиться, о месте, где вас бы никто не беспокоил, и о том, чтобы организовать свое личное пространство и ближайшее окружение так, чтобы в нем были только приятные для вас люди, родители и не все. Вот. Я тогда думаю, что мысли о самоубийстве будут с другой стороны. Если депрессия в школе была тяжелой, то тут, конечно, нужно с этим разбираться. А вот, значит, хочется себя убить, но в той же степени я хочу жить, чтобы почувствовать себя здоровым и свободным, хотя бы ненадолго. Нет. Ради этого жить нельзя. Ради этого жить нельзя, потому что полностью свободно. Вы не будете полностью здоровым. Вы тоже не будете полностью здоровых людей. Вообще нет. Вот. Поэтому здоровье и свобода – это понятие очень относительно. Я думаю, что смысл жизни нужно искать в чем-то другом. Например, в том, чтобы быть счастливым, чтобы получать удовольствие и наслаждение от отказа в прожитой минуты. Вот. Чтобы дарить это самое наслаждение другим людям. Ну, я думаю, что смысл вы найдете себе сами. Тяжело грамотно сформулировать мысли. Вот в чем тяжесть? В чем тяжесть? Я полагаю, что тяжесть заключается в том, что вы не часто делитесь подобными мыслями с людьми. Тяжелее об этом говорить, даже как ананим. Вот, собственно, и все. Можно ли как-то себе помочь, но не прибегая к помощи окружающим? Сейчас уже некому. Ну, что начать некому ананим. У вас есть психологи? На этом сайте вы можете выбрать себе психолога и начать работать с любым из нас. Если касается помощи себе, то нет. Помочь себе практически невозможно. Если вы не смогли мысли о самоубийстве отделить от своих, то нет. Вы не сможете себе помочь. Если вы на полном серьезе возразделяете людей на карты и называете их пустыми, то нет. Нет. Себе помочь вы не сможете. Я бы рекомендовал вам все-таки проанализировать еще раз то, что я сказал. Вот. Я бы рекомендовал вам постараться понять природу этих мыслей. То есть, мысли о самоубийстве я бы не рекомендовал эти мысли вам себе подавлять. Вот. Я рекомендовал бы вам, значит, подумать откуда они идут и с какой целью. И какой у них смысл. То есть, позвольте. Позвольте их нахватить себе. Позвольте понять, для чего это все, почему это все. Вы увидите, что цели там совсем не ваши. То есть, это не вам на пользу. Вот. Что касается ситуации, если они оказывают вам безвыходные, то безвыходных и безвыходных ситуаций не бывает. Просто есть ситуации, выход из которых вам не нравится. Но здесь уже стоит поговорить о взрослом решении и о принятии того или иного решения. И о его цене. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.